Проходим мы поселок Дубнёво, вижу я забытое хозяйство, когда-то был ДОК, наверное был совхоз какой-то, сейчас все по-русски сказать похерилось за ненадобностью, но несмотря на эти грустные картинки, у нас природа оживает, речки разливаются, трава зеленеет, птицы поют теперь по ночам, вообще конечно и когда солнце светит, настроения вообще шикарны, едем мы домой, хоть и ненадолго, но все-таки сады еще не цветут конечно, но уже близка пора посадки, впереди майские праздники, а это как говорится обычная точка отправления, но кто-то еще и раньше начинает, но раньше смысла нет, земля холодная и сырая, чем раньше в сырую, в холодную землю посадишь, тем позже зайдет урожай, я имею ввиду картошки, конечно если под парник в теплице посадить сейчас какие-то грядки, естественно все это дело быстренько высохнет, я имею ввиду земля там уже просохнет, и первые огурчики, помидорчики можно будет уже собирать в конце мая, но все равно еще ночи холодные, ночи холодные, хотя есть разные теплицы, есть с подогревом, поэтому, кто всерьез этим занимается, я думаю, что они уже занялись посадкой, старинные домики на улице Садовые, это мы с вами едем по Березнецово, здесь вот у них короткая полоса для разгона, хорошо что уступил дорожку, потому что тормозить здесь неудобно, неудобно, правда мы и катимся, это всего 60 км в час, Березнецово у нас закончилось, началось Малино, тут они буквально, как говорится, дом в дом, забор в забор, даже непонятно где эта четкая граница, я имею ввиду, вот так вот живешь здесь, да, адрес, дом, допустим, да, вот здесь, конечно, надо съезжаться узковато, дом, допустим, находится на границе, а к какому населенному пункту относится загадка, ну, загадка не загадка, в паспорте все равно напишут, но зато гулять из поселка в поселок ходить вообще недалеко, как вот в некоторых деревнях, там бывают и по 3, и по 10 км молодежь ходят, так, заезжать не будем, потому что у нас прицеп встанет на пешеходном, подождем здесь, и у нас здесь встали ребята на левый поворот, у молодцы впереди мелкий, взял маргнул фарми, пропустил, сделал доброе дело, и мы как раз протянем здесь, можно объехать на перекрестке по правой полосе, ой да, начинается такая классная пора, когда не на работе надо быть, а отдыхать в деревне под шашлычок, вот здесь мост, этот дом поставили на сваях, я все хотел посмотреть, как это выглядит, очень удобно, очень удобно от защит, точнее, для защиты от подтопления, ну, лучше, конечно, дома в таких низких местах не ставить, где возможно скопление воды, пусть даже вода до пола не достанет, но это сырость, это постоянно будет дома, и вдобавок надо еще до него как-то будет доплыть потом, но это я уж так сигналит мне, теперь-то я уже точно знаю, что надо просто добавить смазки в бачок, для смазки сидельно-сцепного устройства, мы уже проверили как раз с автоэлектриком, с Денисом, когда искали причину ошибки АБС, и мы с вами переезжаем железнодорожный путепровод, и под нами как раз идет грузовой состав, ух ты, а тянет он столько цистерн, ну что, несмотря на солнышко, температура-то не больно поднялась, всего лишь 11 градусов, но это утро, ребята, это утро, и на часах у нас всего лишь 8 часов 18 минут. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Догнали мы тихохода грузовичка, сейчас попробуем без нарушений правил обойти, здесь населенный пункт, вот одна единственная прерывистая линия, ну вот одного-то мы успеем, а второго нет, придется нам за ним встать, смотрю, реаритетные машины едут полуторки, и написано, смотрите, я старый, этот грузовик старый, мы уже не так быстры, как раньше, будьте терпеливее и удачного вам дня, вот это классный девиз, как говорится, хорошее напутствие в дорогу, и действительно, едут такие старички, да, по-моему, полуторки, музейные экспонаты, а куда их везут? Ну, скорее всего, в музей, куда еще? Да, смотрите-ка, кабинки как игрушечные, там, мне кажется, вдвоем, если сесть в нее, то плечами как раз упрешься, и не надо никаких ремней безопасности, да их в то время-то и не было, конечно, в то время об этом, даже и думать не могли, о каких-то ремнях, о подушках, и везет он на кузове еще один, ух ты, а он вообще в город втянет, везет он вездеход на базе УАЗика, с такими еще квадратными крыльями, ух ты, мы вообще встаем, но уважаем, уважаем стариков-фронтовиков, да и обгонять здесь нельзя, здесь сплошная, будем терпеливее, как гласит плакат, да и как бы мне не хотелось подольше проехать за этим грузовичком, полюбоваться военной красотой, но скорость 40 км в час, это уже не для нас, посмотрите, действительно, настоящий раритет, по-моему, правильно я так высказал, пробежали мы М5, Рязанку, и подходим к пересечению с Егоревским шоссе, но правда на разных уровнях, пойдем мы сейчас по мосту, здесь давненько ничего не меняется, ну и асфальт, в принципе, неплохой, как еще положили его давным-давно, такого цвета, вот красноватого, точнее, наоборот, беловатого, одним словом, не то, что сейчас делают черный, один гудрон, который на солнце нагревается и продавливается, глубокие колеи, но мосты, мосты это у нас как всегда, вот оно у нас, Егоревское шоссе, и идем мы по давно знакомой нам дороге, сейчас у нас Куровское, Ликино Дулёво и Орехово-Зуево, но сейчас нам выбирать не приходится, сейчас апрель месяц, еще закрытие дорог-то, наверное, просушка не прошла, по крайней мере объявлений не было, что снято ограничение с региональных дорог, так что пока мы не можем проходить экскурсии по другим региональным трассам, и сегодня мы идем кратчайшим путем, пусть и знакомым, но каждый день, даже уже на знакомых дорогах, появляется что-то новое, сейчас вот мы смотрим как расцветает природа, все кругом зеленеет, просыпается от зимней спячки, и впереди у нас светофор, да, так здесь и продолжается ремонт моста, реверсивные движения, включим аварийку на всякий случай, чтобы предупредить ребят, идущих сзади, что мы встаем, не каждому видно, вот этот светофор, к тому же дублирующего нет, обычно на встречке должен стоять дублирующий, чтобы показывать ребятам, точнее, чтобы ребятам из-за фуры было видно, видно какой свет горит на светофоре, ну что, настала и наша пора, погорел красный, пора и позеленеть, что у нас здесь с мостом, а здесь с мостом, пока, то ли бетонирует, а, да, я думал, делают новое покрытие, раздолбили швы, а это, мне кажется, просто стейки еще только бетонируют. и, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добрались мы на железнодорожный мост и посмотрим на Куровское у нас с высоты птичьего полета Подтопление здесь есть, но они такие незначительные Это даже не разлив реки, а просто оттаяние снега В воде уходить некуда И образуются такие озера искусственные А тут смотрю вот коттеджи неплохие стоят Целый поселок Как бы через дорогу переходишь и уже в город В шаговой доступности раз на дачу сходить по пешеходному переходу перешел Если конечно у кого-то здесь рядом А может у кого-то из другого конца города надо сюда добираться Ну кто-то скажет, какая же тут экология, город рядом Ну а нет, тут в принципе парковая зона Лес рядом Скажем Куровскому до свидания Здесь у нас уже дорога Можно, как говорится, с закрытыми глазами ехать Практически постоянно катаемся Но ничего Откроют дороги после весенней просушки Прокатимся другими дорогами Въехали мы в Ликино-Дулёво Как обычно здесь у нас трехэтажная школа А по левую руку аптека, магнит и старые хрущевочки Да, народ потихоньку раздевается Но на улице всего лишь 13 градусов Особо не разгуляешься И сейчас опасная погода тем, что действительно кажется, что все А солнышко тепло А от земли-то идет холод И многие, пренебрегая этим Налегкие оделись Сквознячок И Здравствуй Здравствуй У кого чего? У кого радикулит У кого спина болит Ну а у кого и Менинги Тоже, кстати Опасная штука С головой не шутит Ну что, все чисто и красиво Ух ты А пожарная здесь чего? А нет, вроде не по вызову Эх, а там дальше-то Здесь еще дома-то Немножко Немножко поштукатурены Божеский вид приведены А внутри-то я там посмотрел Одни стены стоят с выбитыми стеклами Как в годы войны Бомба попала Стена упала И А другая еле-еле держится Поворот на Шатуру Отель салонов Цветов Адмирал Ресторан Отель Так, пешеходы Да, святое Святое Давайте, переходите Улица Советская, 4А Красавец, новый дом стоит Но никаких опознавательных знаков Да, 3,8 Так и висит Так и стоит ограничение И на мосту висит знак 3,8 И перед мостом 3,8 И загадка для грузовой программы Айго, где заложено 4 метра высота Да, вот здесь пешеходный Тоже со светофором Но когда его уберут И уберут ли вообще Здесь вот есть рядом Практически Через дорогу Надземный пешеходный переход Для чего светофор Правда он Не так много здесь и собирает Колейки я здесь не видел Какой тут скверик чистенький Все Тротуарные дорожки Уже выложены камнем А с левой стороны у нас Завод автобусный Знаменитый Лиас А там во дворе вот стоит Я всегда проезжаю Всегда обращаю внимание Стоит памятник Этому автобусу Ну а здесь уже На постаменте другой Более новей модели Хотя она уже сейчас тоже Устарела Ну а после Ликино-Дулёва У нас Кабаново Тоже переезд здесь иногда Преподносящие сюрпризы Нет-нет Опа Ну как в воду смотрел Каких-то минуток не хватило Даже каких минутах Секундов Ай-яй-яй Ну что ж Подождем Не без этого Сюрприз сегодня как раз На нас На нас и пал Ну вот как раз у нас И грузовой состав А тут обычные платформы Тянут под контейнера Я так думаю что До 60 Штук доходит Тогда вот я Пытался сосчитать Ну пустых то Наверное может еще больше Зацепить Хотя наверное Тоже есть определенные Ограничения По длине состава Но то что до 60 Вагонов доходит Это я точно сам тогда Высчитывал Также устоял на переезде Сейчас просто не Не удосужился Но судя по тому Что здесь Однопутная железная дорога То Я думаю такой задержки Как в Вяземах Не будет В больших Вяземах Мы тогда стояли Как раз Ждали там Двухпутная дорога И то и дело Электрички А здесь по-моему Хотя есть вот провода Для электровозов Но не для электричек По-моему здесь дорога Все, конец Я думаю Что сейчас мы и поедем Да, звуковая сирена Закончилась Световая еще действует Ждем Когда поднимут Шлагбаума Щиты Заградительные Уже Упали Все, поехали Шел состав На Москву А мы едем На Нижний И даже Вот такое Короткое Вроде бы Прекращение Движения Уже собрало В утренние часы Немалую колейку Да Вон у некоторых Смотрю На приусадебных Участках Озера Во дворах Можно Рыбу ловить Сколько все-таки В этом году Было снега Сейчас он просто Превратившись в воду Не знает Куда деваться Еще не до конца Оттаяла земля Или точнее Она уже напиталась Влаги Что Уже Не в состоянии Не в состоянии Впитать в себя Очередную порцию воды Зигзагообразные повороты А мы могли бы По ним и не ехать Если бы В свое время Проложили 108 Как она и планировалась Минуя И Орехово-Зуево И Ликино-Дулево И Куровское И уже выходил бы Практически перед Егоревским шоссе Но История умалчивает Почему Заморозили эту стройку Скорее всего Кончилось финансирование На заднем плане Вот тоже смотрю Какие-то административные здания А за ними Стоит вообще Здание без окон Без дверей И везде Одни таблички Аренда Номер телефона Только Бери И только Плати денежки Если хочешь Заниматься Своим бизнесом Ничего себе У автобуса Сработал Сброс воздуха Я думал Колесо лопнул Ну что Держим курс На Орехово-Зуево Субтитры сделал DimaTorzok